Так вот о чем мы сегодня будем говорить? О том, что вы все это можете делать сами. Вы можете также собирать вашу мебель. Тут никаких проблем нет. Потому что каждый из вас, каждый из мужчин, рода тех, кто родился в СССР, рано или поздно у него были определенные навыки. Эти навыки где были? Эти навыки вам дала ваша школа. Помните, уроки труда. И у каждого первого-второго были там нормальные или практически отличные оценки. Теперь возникает вопрос. Что можно сделать самому? Да все, что угодно. Если бы у вас была фурнитура. А фурнитура это есть. Фурнитура находится в магазине мебельщика. Что находится за моей спиной? Улица Ворошилова, 8. Здесь вы покупаете всю фурнитуру и делаете все сами. По сути, это вкуснее, выгоднее и для вашего кошелька в том числе. Просто когда случился ремонт, я понял правила. Сагдеев Родион тоже сделал ремонт. Правда, в большей части своими силами. То бишь, ладно, взаимозачет. Но смысл тратить безумные деньги как-то отвалился. Такая интересная штука у нас получается, да? Никто не хочет платить деньги. Я не хочу платить деньги. Да и вы не хотите платить деньги. Не надо переплачивать, понимаете? Мы заходим в торговый центр и там окажутся какие-то такие весьма интересные цены. Зачем все это делать? Тем более, давайте вспомним о нашей молодости. Мне это очень сильно дело-то нравится. Потому что, скорее всего, единственная страна в мире, где люди, рано или поздно, когда вот они были в детстве, у каждого были уроки труда. Помните? Уроки труда были у каждого, да? То есть, что вы умели делать? Что вы умели делать? Брать рубанок, вытачивать себе что-то. В принципе, вы все это делали можете и сейчас. То есть, что получилось? Да ничего не получилось. Инструменты также есть. И все это дело вы можете сделать сами. Теперь я обращаю ваше внимание в магазин «Мебельщик». То есть, он, по сути, для вас работает. По одной простой причине. Все, что здесь есть, вы все это сами можете сделать. Давайте просто определимся с тем, что можно сделать. Вспомним замечательные стулья. У каждого человека есть исключительные стулья на роликах. Есть же стулья на роликах, да? Иногда такое случается, что ролик отворился. Что вы будете делать? Я предлагаю вам заехать в магазин «Мебельщик». Их, по сути, много. Они по всему городу находятся. Пожалуйста, вот эти ролики. Любые ролики. Давайте пройдемся чуть-чуть дальше. Просто что пройти дальше, да? То есть, допустим, вот у вас дом. Да там, допустим, у вас вешалка новая. Но чтобы вы не смогли на вешалку новую повесить замечательные эти штучки, которые стоят копеечки, ну вы же это можете делать. Логично. Что там сложного? Аккуратно все это дело промерили. Дырочки сделали, завертели и пошли дальше. Вернемся сюда. Вот. Если мы говорим «Табурет маленький деревень». Это вообще. То есть, помните, да? В детстве вы все этими этими делами занимались. Я точно это делал. Вы это могли сделать. Никаких проблем. Но, смотрите, все же здесь есть. Это из того, что вы можете купить. И возвращаясь к цене вопроса. То есть, если что-то случилось, да? Крестовина пластиковая развалилась. Что будете делать? Выкидывать? Я недавно пришел на улицу. И увидел там замечательную, ну практически то же самое. Ну новая практически крестовина была. Ну там не крестовина была, там кое-что-то валилось. Я просто пришел здесь и купил. И в результате, ну, а что тут плохого-то? Практически за бесплатно. Ну, за исключением. Сколько там эта штука стоит? 70 рублей. Я себе купил нормальный, хороший, нормальный, домашний утварь. Вот она. Принцип-то ваш. Вы пришли сюда, вы взяли себе, сделали. И получили замечательный результат. Кроме всего прочего. Посмотрите. Вот, вот, вот. Ну, умеете сделать. Ну, что такого вам-то? Собрали, сделали красиво. И вперед с песней. А как-то так и получается. Не надо экономить на себе. Просто не тратьте лишние деньги, когда у вас есть мебельчик. Конечно, конечно, мебель это очень хорошая штука. Это очень хорошая штука. И для мебели, конечно, вам необходим уровень подготовки. Вот у меня, к примеру, уровень подготовки, да? Когда у меня 33... Я 33 школу закончил. То есть, как бы я чуть-чуть еще и со школы по-английски-то хорошо дружу. И пока у меня остальные друзья занимались техническим переводом. Вот. Меня отправили в другое место. Первоначально, чем вы занимались? Мы были машинисты автокранов. Но что-то не получилось. Меня в другое место перетащили. Вот. В другом месте я получил... В общем, я работал с деревом, понимаете, да? У меня третий разряд, если честно. После всего этого, это был год 89-й, меня папа пригласил, и я там дома собирал. Тоже неплохо было. Денег поднял? Во сколько! Все остальное. А вот для всего остального, конечно, чуть-чуть вам бы необходимо было это сделать. Но с другой стороны, вопрос номер один. Вы мебель для кухни, для всего остального можете здесь заказать. Никаких проблем нет. По телефону позвонили, вам это все сделали. Другой вариант. Вы все это дело можете сделать сами. Да, немножко проблемки возникают. Но какие проблемки? Что там сложного? Вы взяли себе метр и сделали все красиво. Все остальное вот здесь режете. Никаких проблем. Столешницы, пожалуйста. Теперь вот, изнутри. То есть, мне сделали кухонный гарнитур. Я денег там заплатил, практически 250 тысяч рублей. Нормальный кухонный гарнитур, да? Ну, в трехкомнатах, в принципе, тараканины, бешеные. Вот. Попробовали поставить. Попробовали поставить, но внезапно вдруг оказалось, что не было мойки. Что было делать? Ну, что было делать? К сожалению, я к другому человеку приехал. Но если бы я знал, что был бы мебельщик, приехал бы 100% сюда. Любые мойки, пожалуйста. Можете и такие вот красивые, хорошие мойки заказать. Все это сделать сами, и будет красиво. При этом, если я заплатил за эту долбанную мойку 250 тысяч рублей, да? Если у вас есть голова, то в любом случае, хороший кухонный гарнитур вам обойдется, ну, максимум в 35 тысяч рублей. Со всеми делами. Со всеми делами вы здесь купите. Да, кроме всего прочего, в других местах вы можете на него поставить еще и столешницу. Не столешницу, столешницу вот она будет, а бритку. И внутрешницу тоже. По-моему, это самый главный вариант. Нет, ну вы хотите, чтобы я вам показал. А почему нет? Придите в мебельщик и скажите, мы хотим увидеть челейкина работающего. Хотя, простите, я собираю машины сам лично. Я ремонтирую самолеты сам лично. Я думаю, и с мебелью я справлюсь. По одной простой причине. Когда у меня делали ремонт, при мне спилось 15 человек. Потому что все вечером за них доделывал я сам. Извините, пожалуйста, можно вас поузнавать, если честно, да? Наверное, так же, как я, в детстве у вас были уроки труда? Ну, были. Были. То есть, так же, как я, я думал, что вы все это делать можете сами делать, да? Ну, я стараюсь сам делать. А вот вы сюда пришли, в мебельщик, по какому-то... По аксессуарам, по ванной так поглядите. Потихонечку можно сделать, да? Да. То есть, в принципе, все это дело можно сделать и самому, если честно? Конечно. Запросто. Делов-то это если... Рук нету, то можно не сделать. Мне кажется, что руки-то у нас у россиян-то есть, правильно? Ну, в основном у всех есть, это мало у кого нет. О, какая тема! Я и не сказал, теперь вопрос другой. Но не было ничего, не было ничего в городе, пока не появился мебельщик. Изумительные приспособы и за весьма недорогую цену. А как вы хотите? А как вы хотите жить без скидок? Нет. Поверьте мне, в магазине мебельщик скидки присутствуют. Естественно, разные скидки. Плюсом ко всему, я вам честно скажу, если бы мы где-то в других местах бы ходили, где он предлагает все это вместе, я бы продемонстрировал, что отдельные продукты стоят в разы дороже. В разы дороже. В разы дороже. Нормально? Зачем? Ну, зачем это делать, когда все здесь есть? Вот захотели бы вот такой замечательный столик со скидкой. Со скидкой. Он раньше стоил какие-то 9960 рублей. Но сейчас-то нет. Сейчас такой исключительно красивый столик всего практически 5000 рублей. 4808-980 рублей. Хороший, грамотный, качественный столик. Но если что-то другое, вот, пожалуйста, стол береза-нордик. Вот здесь стоит. Видите? Вот сейчас продемонстрирую. Ну, чтобы было понятно. Сейчас оторву. О! О! Хороший, нормальный, качественный стол. При этом, вы можете не только брать такой стол, вы можете саму столешницу купить любых размеров. Захотели покруче, захотели поуже. Здесь все делать, никаких проблем нет. То есть, вы не привязывайтесь к пространству ниже, уже, длиннее. Все, что здесь делается. Потом, ну что, сложно прикрутить. Ну, что сложно. Да ничего сложного нет. Просто делайте, прикручивайте, получайте исключительную замечательную столешницу. За копейки. К слову, о тех, у кого руки есть. Вот меня жена выводит из себя. Ты, когда доклеишь молдинг. Я ей не буду объяснять, что у меня просто нет времени. Я как-то чуть позже и в интернете объясню, чем я занимаюсь. Но сегодня о тех, кто работает и руками, естественно. А что вы ищете, скажите мне, пожалуйста. Запчасть для дверей. Маленькая запчасть для дверей, да? Она сломана, да, я так понимаю? Это еще и найти надо, да? Но вы все-таки пришли сюда, да? Ну, посоветовали на открытом рынке мебельщик зайти. Ну, что-то не нашлось, да? Ну, а вот если просто посмотреть. Руки-то есть у вас? Ну, есть, а что? У меня самое забавное, мы сегодня говорим про руки. Потому что я помню, что все когда-то, в детстве, помните, да? У каждого были уроки труда. Руки научились? Конечно. Мы можем что-то сделать. Ну, естественно. Вы же хотели увидеть цены? Хотели? Да, пожалуйста. Есть ли такая штука, чтобы она была еще дешевле? Да, есть такая штука. Вот такая штучка, это называется туалет-нодержатель, в смысле, ну, сюда трон вставите, да, и дезодорат. Вот здесь она стоит, здесь она стоит 710 рублей. Вот в других местах, таких, навороченных, типа, она стоит в три раза дороже. О как! В принципе, здесь все не сильно дорого стоит. Теперь о смысле бытия. Простите, но не каждая женщина в красивом возрасте может иметь мужа. 65% мужиков в том же красивом возрасте у нас имеют маченькую квартирку в 2 метра на 60 сантиметров и 45 в высоту. Под землей, естественно, и на кладбище. Но женщины же живут и дольше и хотят быть любимыми. Что там плохого? И тогда почему бы и нет? Мебель и кухонные гарнитуры. Вот только грамотные и опытные специалисты ездят в мебельщик. Чем-то занимаетесь, да? Мебель делаю, да? Сам мебель делаю, да? Мы о чем говорим, да? То есть можно здесь и у вас тоже заказать мебель, да? Потому что было бы неплохо, да? Некоторые ничего-то не получаются. Что вы делаете? Все делаю. Кухни, шкафы-купе, прихожие, тумбочки, чего угодно. А почему вы сюда пришли в магазин мебельщик? Ну, близко, к центру города. Цены. Вот цены, цены. Все цены, да, такие. Не сильно дорогие, да, естественно? Да, цены нормальные и выбор большой. Все можно найти. Девочки очень хорошие, отзывчивые, красивые все. Камеру надо сейчас показать девочек. Понятно, спасибо. Все-таки супер, да? Да. Потому что цена дешевая, и вы так же можете делать. Ну, это тот, кто не умеет делать свою мебель. Пускай обращают скоро. Да, и к девочкам. Ох, как я девочек люблю. К слову о цене. Помните, разговор у нас был про цены? Так вот, большинство здесь прыгает от цены абсолютно не крутой. Ну, что для вас 200-300 рублей? Одна бутылка водки? Либо большее удовольствие от жены? А можно и от мужа получить замечательные цветы? Да, да, да. Есть 60 сантиметров, метр и километра. Так, 60 сантиметров. Сколько будет? Сама трубочкой или с крепежом? С крепежом. С крепежом. Сейчас скажу. 297 рублей. К слову о том, я сказал спасибо тому человеку, кто держит сейчас камень. Потому что он это сделал. Я не знаю, где он эту штуку купил, но я бы вам рекомендовал магазин мебельщика. Замечательные сеточные покрытия. То есть, представляете, да, уже никакой рабицы и не надо. Сеточкой сделали, и вот там получается результат. То есть, чем это не ваша прелесть то. То есть, если мы говорим о самой дорогой вещи в саду, в любом месте. То есть, самая дорогая вещь, это забор. О! Знаете, сколько он стоит? Это какие-то космические деньги. Особенно, когда вы ставите забор там из этого. И железо там тоже, какого-либо, я так и не понимаю. Мы где вообще живем? У нас за рекой там комбинаты, если честно. Почему железный забор денег стоит? Не по-детски, понимаете? А, другой вариант. Тоже весьма такой уж... Обыкновенный забор из шлакоблока. Стоит абсолютно не дешево. Потому что, представляете, большой-большой забор сделать. Еще 3 метра. То есть, я не понимаю этот забор. Гораздо проще приехать сюда. Вот здесь есть еще и те вещи, которые для села, для города и для деревни. То есть, все мы рано или поздно говорим, что мы не хотим тратить деньги за отопление. Гораздо проще газ включить, и как хорошо будет. Представляете, на улице минус 25, а у вас 25. То есть, вы дома в трусиках ходите, да? А не мерзжите вот так, не по-детски, да? Клевая техника, да? Тут, кстати, рядышком, вон, пресс-теплое хозяйство. Рядышком, он совсем рядышком находится. Вот он, видите. К слову о том, кто нас морозит в действительности. То есть, и все. Можно построить дом. И дом вы построить не за дорого. Я вам все это показывал, да? И замечательно. Вот, потом копейки, ну копейки реально. То есть, ну, большой-большой участок обойдется вам в стоимость от 30 до 60 тысяч. Целиком забор. Это не миллионные деньги. Все делается это в магазине мебельщика. Ну и возвращаясь к филиалам. Я как-то, да и неоднократно объясняю, что проще не втыкивать аренду в кошмаре покупателей. А сумму меньшую заплатить на телевидение. Ну, мне в том числе. И отбоя не будет. Но мебельщик сделал чуть по-другому. В каждом торговом центре по одному продавцу и правило. Посмотрите цены тут и там. И выберите то, что вам дает мебельщик. Тем более, что он работает и позже, когда уже другие магазины спят. О, правильно. Вот мы и включаем. По одной простой причине, мебельщик это не только на Ворошиловоусе. Пожалуйста, торговый центр европейский. И здесь есть тоже подразделение магазина мебельщик. К слову о том, что вот эта штука, она работает чуть позднее. То есть все для вас делается. Хотите брать и делать все своими руками? Почему нет? Потому что есть у вас мебельщик. То же самое и левый берег. Вы что хотите? Грамотный результат. Больше, да самая крупная часть населения это Орджоникидзовский район. Левый берег с поселками ушибает и Правобережку, и Ленинский. Так что и на левом берегу мебельщик есть. Да и место-то хорошее, бани прямо рядышком. И вот меня интересует и левый берег в том числе, потому что и на левом берегу есть такие же люди, как и я. А может быть еще и круче, чем я. Я вообще как бы, ну... Хотелось бы, чтобы это было, но, простите, есть люди и покруче. И вот для них тоже есть мебельщик, который располагается на Чикалово-13. И теперь возвращаясь на берег Правый, опять же, в Орджоникидзовский район. Здесь как-то сервисы были, но давно. Сервисов здесь вы не увидите, с сервисами у нас вообще все плохо. Здесь теперь то, из чего все строят. Я тут был и малость так офигел от цен. Мысля такая и возникла, что стройка сегодня это крайне дорогое удовольствие. Тут вообще как-то тема интересная. Человек платит за аренду и продает то, что ему возят Челяба и Кат. О, как! То есть он не хочет славы и чести показан на ТВ. Но и здесь наша радость, наш мебельщик. А теперь вариант другой. Вот отсюда и до замечательной объездной дороги, сделанной нашим горячо любимым директором магнитки, а именно Виктором Филипповичем Рашниковым. И естественно на юг и будет строиться наш город. В нашем плане довести строительство города до полутора миллиона человек. И всем работа то и найдется. Комбинат это часть. А может мы и сделаем полный передел нашей стали. И машины, и грузовики, и самолеты. Мы это можем сделать. И поэтому торговый центр «Дом» это только начало. А будет еще и многое другое. Везде, во всех торговых точках предлагают вам цены чуть-чуть ниже, чем у других. Почему чуть-чуть ниже? Поверьте мне, цены могут быть и на 2, и на 3 порядка дешевле, чем у других. То есть вот это главная часть. Понимаете? Я вижу много-много-много-много различных фирм. Допустим, фирмы, которые продают нам бензо-электроинструменты. Цены там космос, реальный космос. А магазин мебельщик в этих же торговых центрах опускает цены. Вот вам замечательное правило, как можно вести исключительный бизнес. К слову о том, что этот бизнес для вас, уважаемые мои горожане, а также жители тех районов, которые вокруг города Магнитогорска-то находятся.